Сделано в ветке Теплый будет Вот уже весна недалеко Напоминаю, что если я Евгений Питунин в студии То мы вспоминаем о вещах О вещах, думаю, что Многим из нас знакомым Кто-то жил еще в те годы И сам видел и сам трогал То, что является предметом нашей беседы Всевозможные техники О моде мы тут говорили Ну а сегодня поговорим о тех вещах Предметах, о той технике, которая нас окружала Дома, на работе Несколько десятилетий назад Вот живешь на свете Думаешь, вроде бы прогресс Научно-технический Это и незаметно Прожил там 30, 40, 50 Особенно 60 лет И вот чувствуешь Это сейчас вы о себе, видимо У вас скоро юбилей Я аналогию провел, что если бы я К примеру, родился бы В начале века В 1900-м То сейчас бы был 1959-й Вот какой прогрессовый был Вот Практически Конной там Какой-то тяги До первого спутника Ну а за прошедшее С 59-го и дальше 60 лет тоже много ушло Вроде бы вот оно идет Незаметно Но действительно уходят вещи Которые Когда-то были в обиходе Мы не будем говорить о технике Об автомобилях О магнитофонах радиоприемников Потому что говорили Все отдельно Обсуждалось А просто вот о тех Удивительных мелочах Которые когда-то Присутствовали в нашей жизни Вот буквально на днях На страницах Одноклассников Выложили фотографию Да ее размножили всюду Это был удивительный прибор Старожилы вспомнили Там была масса уже за сотню Вот представляете себе Такой деревянный ящич Размером чуть побольше Телефона-автомата На нем зеркало Вот там внизу прорезь Написано 15 эпи Вешался он на уровне лица Вот угадайте для чего Вот такой прибор был Прибор и 15 копеек Деревянный ящич Красиво отполирован И 15 эпи Вешался примерно Вот на уровне плеч А не угадайте все равно Не угадаю Это было Брызгал Радиокалоном Вот висел один Один подобный прибор Между дверями В старом универмаге А остальные Вот я помню Что в центральной бане И Наверное в остальных банях тоже Это примерно какие годы? 60-е Даже до 70-х Наверное Вот бросаешь монетку И тебе Не струя Конечно Но облако радиокалона Хотя Можно было В автоматическом режиме Автоматически Бросаешь Можно было расстегнуться Хватало на лицо Надо было зажмуриться И на грудь Но я помню Что в универмаге Даже мужички подходили Отрывали Видимо Эти страждущие Отрывали рот И пытались И пытались Что-то ощутить Дозу радиокалона Заполучить Вот кто бы сейчас вспомнил А ведь действительно было И судя по количеству Автолюди Забытую вещь Вот забытый гаджет Если можно это слово Применить Это как бы И Действительно Такое было В нашей истории И незаметно ушло Кто бы сейчас додумался Вешать автомат Для Инье С воздушной Смеси Адекалона Да никто бы не додумался Удивительно И тем не менее Вот в наш музей Приносят Те же удивительные вещи Которые Были в нашей жизни Которые были призваны Ее облегчить Но на самом деле Насчет облегчения Судя по Отдельным Аппаратам Это очень условно Вот Есть знаменитый У нас Архитеатра Безверхов Он Недавно Нам В музей Предоставил Такой Гладильный пресс Причем Это Ирос и завод Если не ошибаюсь АВТ Делал эти прессы И был предназначен Подобный пресс Для облегчения Работы Хозяй Но Вот судя по Энематике По трудозатратам Туда впихивать белье Которое Им-то Крутящимся валиком В одной модели Или там Прессовалось Другой Наверное Больше было Действительно Тяжелее Запихнуть белье В автомат Чем просто Вручную Погладить И наверное Вручную Улов И хозяев Больше получалось Тем не менее Заводы Выпускали Вот была Конверсия Конечно все были В растерянности Оборонные заводы Не знали что Делать И поэтому Переходили на То что в принципе Было Может быть И не очень надо Но надо понимать Что в каждом доме Наверное Была такая штука Да нет У нас не было И сейчас Вот я что-то Вообще не наблюдаю Чтобы что-то Особенно нагладилось Как-то все Автоматически Рубаш И только Пожалуй Или вот я По традиции Я думал что Что принести в студию Вот из таких вещей А я знал что вы что-то Принесете Да И вот И вот Принес Вот такая вещь Которая тоже была В нашем обиходе В 60-е 70-е Может быть Даже в начале 80-х Вот она по виду И по весу Напоминает Такой Телефон До периода Смартфонов Сотовый Такая весомая Вот угадайте Что Это коробочка Там что-то внутри есть Там внутри Ну Можно сказать Что есть Есть Ну это видимо Ну вот передам Это Это называемая Монетница Вот смотрите Там советские монеты И поэтому Вот Кому сейчас придет В голову Под монеты Монетницу А тогда Была Вот отдельно Там пятикопеечные Монеты Столбиком Подпружиненные Конечно Во времена Хулиганские Особенно В школах И Когда Районы города Между собой Мягко говоря Не очень мирно жили Вот эта вещь Она выполняла И другую функцию Кроме запаса мелочи Полностью загруженная Она Обладает Довольно Значительным весом И в качестве Свинчатки Или стета Вот она Цена Хотя в этих Использовали Чего угодно Чтобы не было оружия Вот И такие вещи И специально Я Даже Потом услышал Что носили Как бы Огромный Связ И нужных ключей На самом деле Это просто для веса На цепочке Размахивать И драться Ключами Вот Шкалеры В свое время Тоже использовали Цена 1 рубль 50 копеек Боже мой Я радуюсь Как ребенок Я уже 100 лет Не видел Советских монет А тут 15 копеек 20 3 10 Если попадаются Монетки 5 копеек Удивительно И вещи Даже слезу хочется Спустить Монетница Потом я Еще приносили Такая же вещь Сейчас Уму непостижима Это электрические Бигуди Завода Лепси Представляете Набор Видимо Женщины Кручивали На голову Эти бигуди И чтобы быстрее Все это Завивалось Надо было Включить его В сеть И потом Все это устройство Грелось Не знаю Себя Голова чувствовала Мозги наверное Вскипали Но зато Прическа была Красивая Вот есть у нас Музей Леотреби Гуди Да что там говорить Вот банальные вещи Вот я вспоминал Что Даже сейчас Уже Далеко Не у всех А у АВОИ Был Отключен Стационарный телефон То есть правильно Сказал мудрец Что нынче Стационарный телефон Нужен для того Чтобы позвонить На сотовый И узнать Где он валяется Где он находится Где он там Под диваном Закатился А в свое время Вот представляете У нас до 90-х годов Было До середины 90-х Была большая проблема С квартирными телефонами Люди желали Подключиться Но это все Шло медленно Дело не только в том Что Это было технически Невозможно Тут Были видимо И другие причины Вот сейчас Я о них упомяну Ну в любом случае Техническая сторона Вопрос Тут тоже имела место Быть Строить новые Постанции Мне довелось Служить в одном Большом Федеральном Ведомстве И вышел такой Солидный Федеральный закон Который предписывал Иметь телефоны Домашние Мобильные Тогда были Они были с Ирпич величиной И можно было Говорить 30 секунд Потому что Бюджета не хватало А вот поэтому Люди еще Хотели установить Стационарные телефоны Вот А тогда По закону Предписывалось Начальник У заместителям И почему-то Главному бухгалтеру Иметь Эти телефоны И вот Отпечатали письмо А до сих пор Заходишь куда-нибудь На сайт Какого-нибудь ведомства Там обязательно Телефон есть У этого человека А там Начальника Заместителя Не было Ведомство Было новое А телефоны Надо было Установить По закону И вот Начальник Телефонной станции Отпечатали письмо И поручили Мне его доставить Потому что Я был В принципе Из местных В городе Ориентировался Я наглым образом Впечатал Свою персону Потому что У меня тоже Не было телефона В конце После всего Этого Начальства Вот Отнес Через Месяц Приходит ответ Что начальник Замом Глава Буху Не положено Питунину Вроде бы По техническим Условиям Можно установить Телефон Подходит Домашний Домашний Да Секретарша Спрашивает А что делать С письмом Ну ладно Мы его Немножечко Потеряем Я думаю Что тут Забудут А если чего И потом Повторное Пришлют И я побежал На эту телефон И вот Представляете Меня заставили Заполнять Учу бумаг Это наверное Было Равноценно Выезду За границу В советское время В том числе Я писал Обязательство Что я не буду Использовать Телефон В антибесударственных В террористических И иных Нехороших целях Преступных целях То есть не будете Звонить В правоохранительные органы И вот видимо из-за этого Мразма Из-за этой Шпиономании Суперсекретности Советским людям Тормозили Домашнюю телефонию Чтобы Это люди Бесконтрольно Разговаривать Вот конечно У меня аналогия Что если все пойдет Идет сейчас То по всяким Заонам Яровых И ТДТП Скоро При покупке Каждого смартфона Люди будут Заполнять Подобную бумагу Что они Обязуются Не говорить Стремись И террористы И тем По своим Современные Смартфоны Можно И отследить И отслушать Можно Но тем не менее Возьмут Но ведомство Самое интересное Что телефон был Не прямой А через соседа И принесли мне Такую робочку Называлась она Вот кто сейчас помнит Телефоны с уплотнителями В советской времен Называлась она АВУ Я до сих пор Не знаю Что такое АВУ Видимо Обряд урок Это автоматический Высокочастотный Удовлетворитель Или что-то В этом роде Подключили Через соседа Потому что Нельзя было А потом Вы знаете Внезапно Никто не ожидал Видимо На этих телефонных станциях Что наступит Эра мобильных Телефонов И потом Они начали Я помню Еще в нулевые Везде писали Письма Уговаривали Ради бога Сделайте одолжение Поставьте Стационарный телефон Да не хотим Мы ставить Тем паче Там-то и были Ломовые Тарифы На эти телефоны Вот прошла У нас незаметная Эра Домашних Телефонов Когда хотелось Их не было Когда не надо Стало То уже пытались Вот навязать И не только Это многие Многие Ну Что еще Можно вспомнить Из домашнего Обихода Конечно Были Вартиры Может даже И сейчас Где-то Они есть С газовыми Клонами Вот в большинстве Сейчас Даже вот Кому сейчас Тридцати Там и меньше Они не могут Представить Что чтобы Там помыться В душе Или на кухне Помыть посуду Надо было Включить Устройство Работающее на газе Поджечь спич А потом уже Поступала горячая вода Хотя с учетом того Что вот Постоянные перебои С водой В нашем городе Может быть Вещь полезная Но сейчас Да Эта идея Развивается Сейчас Но в старых домах Наверное Остались Многие считают Что автономное Отопление Подогрев воды Он намного лучше Но сейчас Импортный Дизайн Они занимают Место Висела Огромная Балда На кухне Занимающая Там целый угол Да еще Горелая Да еще Люди Угорали Сколько было Трагических Случаев В ванных Комнатах Ну Так же Конечно Можно вспомнить Но это уже Более отдаленная Эпоха Это о примусах Вот сейчас Они предметы Старины Красивые Латунные Но я еще Застал Эпоху Коммунальных Квартир Когда Были Общие Кухни Были уже Траплитки Но считалось Что электричество Дорого Поэтому Иросин дешевый Были Иросиновые Лавки В городе Вот поэтому Еду готовили На примусах Было три разновидности Это примус Ирогаз Иросин В чем В чем они различаются Тут Ну устройство Конечно По теле горения Что ли Примус Это Смесь Воздуха С Парами Бензина Иросина Ирогаз Это видимо До газообразной Смеси Что это Это самый жут И монстр Был огромный Иросин Это по-моему На фитиле Просто А пропитанный фитиль Я могу не ошибаться Но вот такое устройство Тоже вот ушло Все это И Вот я думаю Что еще Обитатели Иммунальных квартир Застали Эти Застеленные Лион И вот кстати Тоже ушло Из-за бехода Лион А даже У высот В песне Было мне Лион Узбангладеш Привези Лион На столе Лион Канцелярские Приделаны Не клей А кнопки Ну дом деревянный Дом деревянный Ну у меня приятель тоже Он-то Обои не знал Приклеять Он просто Прикнопил В деревянном доме У него стены Вообще бревенчатые Изнутри Ну что делать А мебель Советской эпохи Уникальная Ведь все знали Что вот эти Обязательные вещи Там должны присутствовать Комод Мебель да Она была удобная Это раз Второе Она была Из Древесины Натуральной Вот у меня Хранится Семейный Шифонер Я однажды Его отодвинул И обнаружил Там лейбл Такой То есть Шильди Или Написано Филейс Э мебельная фабрика 1956 год Ого Ну вот Да Видимо Заводы Стали на полную Мощность работать 50-е годы Массовое заселение В Сталинс И Адаматом В коммунал И куда-то А то Потребовалась мебель И поэтому При каждом заводе Видимо Это Ой вот Побочное производство Была Цех какой-то В том числе Даже Оказывается Была Филейс Э мебельная фабрика Ну это тоже Предметы старинные Сейчас О мебели Можно говорить Бесконечно Очень жаль Что и до того Ушла Дореволюционная Мебель Вот у нас Просто В семействе Раздали На даче И выбросили Вот эти Гнутые Венские Ресла Были Ну стулья Тоже там И это остались Были Огромные Буфеты С резными Стеклами Там с виноградными Кроздями На смену Пришли И это Хилые Серванти Из пресса Пилы Вот еще Думал Что Что можно найти Где-то вот дома Валялся гаджет Я тоже хотел Прихватить Но позабыл Вот сейчас Уже ушло Помните Такое было время Когда С бидонами А бидон Это Цилиндрическое Что-то такое Длинное Сосуд Для молока Там Жидкости Для пива Вот с такими Бидонами Ходили за молоком В магазин Ну за вас Им тоже летом Ходили за молоком А потом Это молоко Магазинное Надо было Эпетить Эпетить Эпетили Либо в стеклянных Мисочках Либо в обычных А чтобы оно Не убежало Чего делали Был такой Сторожок Этот Железя Диаметром Сантиметров Наверное Восемь В виде спираль И вот Для чего Она нужна Была Что Когда Мало Закипает Если хозяй Например Гладила Гладильным прессом И отвлекалась То этот Сторожок Начинал Мало И дребезжать И поэтому Надо было Бежать Через всю Хрущевку На ухню Чтобы Убавлять На огонь Спасала Плиты Ну у школьников Тоже была Конечно Масса гаджетов Которые нынче Забыты Вот в том числе Аждая тетрадь Не только Она заканчивалась Там лятвой Советских пионеров Она и начиналась Розовой Либо голубой Промашкой Да 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 Вот это писали Сейчас Это вот я до сих пор Не представляю Это вот было Массовое производство Тетрадей Неужели вручную Промашку Надо было Оттуда вкладывать Да и поля сами чертили Еще было писали До перьями Было перечист Это даже был предмет гордости Гордились видимо Не меньше первоклассней Чем сейчас Ими-то своими телефонами Вот Были круглые Там прямоугольные Это красивые перечист И ну и конечно Из ушедшего Следует чуть-чуть отметить Ну и это отдельная тема Но тем не менее Сейчас Из Жуэта Конечно Пленочная фотография Уже Ушла-то Ночами сидели в ванных На ухнях Заклеивали Я в бане сидел И печатали фотографии Теперь вот Даже просто при всем желании Не найти химиотов И чего-то И многие даже и не представляют Вот это было Сидеть ночь Чтобы несколько Особенно Красный фонарь Мутные фотографии Напечатать И даже Когда не хватало Глинцевателей То леяли С этой целью На стекло А потом Это должно было Отсохнуть Но почему-то Они отсыхали Не всегда еще и гибли Поэтому Вот Но у нас есть В городе все-таки Люди Увлекающиеся сбором Вот этой советской Фототехники Старой еще Есть Ну Желание можно найти Были маститые фотографы Например Там Я знаю Некоторые Которые Еще 10 лет назад Ну 15 Скажем Говорили нет Там Цифра Это баловство Настоящее Искусство Это только пленка Но мне кажется Что и все-то И они Это всегда Понимаете Вот Энсерватизм Он присутствует Когда появились Цветные телевизоры Говорили Нет Мне не надо Это плохо Они Настоящее искусство Зрение портит Черно-белый Зрение портит Зачем мне это надо Потом Стали появляться Эти же А телевизоры Тоже Нет Они хуже Господи Технический прогресс Все равно берет свое Да Это может быть Вот что-то Мы дожили до паузы Или еще нет Ну можем В принципе прерваться На паузу А дальше мы продолжим Что было в офисах Уже рабочие места Соответственно То есть о квартирных Наверное гаджетах Мы так Немножко Вспомнили А теперь Вот я просто Думаю Что После Небольшой Паузы Можно Давайте О том Что окружало На работе Суждено Советского Человека Давайте Прервемся Сделано Ветки Вспоминаем Сегодня в программе Предметы Быта Советской Эпохи Те вещи Которые Нас окружали Которых Нет Сейчас уже Лежит По-прежнему Перед нами С Евгением Питуниным Монетница А что Будут вспоминать Через 50 лет О нашей эпохе Интересно Наверное Вот достанут Ооо Ноутбук Еще Один У нас сейчас Восемь У нас вообще Сейчас В воздухе Висит А тогда Смотрите Музейный Раритет Хотя вряд ли Вряд ли Но что-то Останется Про ноутбук Я вспомнил Два года назад Нет ли больше Уже В Москве И Тартас Там у них Выставка Старой Советской Ой Не старой Советской А вот первой Еще офисной техники В том числе Ноутбуки Первые Огромные Такие Очень интересно Мы сейчас Где-то Видимо Об этом Тоже будем Говорить Ну не знаю Если дойдем Если времени Хватит Это компьютер Мы о более Древних вещах Сейчас Офисный Планктон Приходя в свои Офисы Да и не только Планктон И служивый Люд И госслужащие И прочее Приходя в свои Офисы Зачастую думают Что так Оно было всегда То есть Было удобство Были И это Множительные Машины Были Компьютеры Было все Там Сканеры Принтеры И прочее Да ничего подобного Даже 25 лет Назад Даже 20 Этого И не было Вовсе Вот И даже Не представлялось Что может быть А Все было Совсем По-другому Там Ну да На рабочем месте Был стул Стол И в лучшем случае Если человеку Много приходилось Выдавать информацию Пишущая машина Это было все Например Что-то Если надо было Развножить То не было Никакого Серакса В конторах Поменьше Была Серитер-машинист Которая Печатала Через Много-много Листов Опировальной Бумаги Обычно Получалось У самых Таких Продвинутых Машинистов До 6 Опий Хотя 6 Уже почти Не считалось Обычно 4 опии Печатали Вот И поэтому Не все же Владели Да и не требовалось Это от сотрудников Вот я вот После института Работал Например В одном управлении Здесь В Ирове То ты пишешь документ И тащишь его Секретарю машинист А потом Целый день Ты ходишь И спрашиваешь Ну а у меня готово То есть Ты ничего не делаешь Ты ждешь Когда у тебя напечатают Несчастный листочек А надо показывать Такую стоп До чего Вот у меня учат Да еще начальник принес Жди там В лучшем случае Вечеру А то и завтра А как выглядит Этот аппарат На котором собственно Машины были Где-то были И старые Еще даже С переделанными Шрифтами Ундервуды немец И прочие Олимпии Там И империалы Где-то были Советские уже Аптони Электрические машины Но все равно Вот А в конторах Где было много Документа оборота Были целое Машбюро Работа была Конечно Убийственная Вот это вот Сидеть целый день В грохоте Это и пальцы Разбивались Это же вот Постоянно стучать Даже Когда на компьютере Набираешь Там больше двух часов И устают И представьте Долбить на машину Хотя Были старые Машинисты И вот в редакции Одной областной газеты Работала Чуть не с довоенного Времени Старая была Машинист Она предпочитала Немец Машин И с очень тяжелым Ударом У нее Курила На папиросы Беломор Вот она Печатала Неглядя Очень быстро А на электрических Машинах Было целое Машбюро Вот сидели Десять-двенадцать Женщин В страшном Грохоти Они что-то Плодили И плодили Потому что Страна была Забирачена И постоянно В советских фильмах Можно видеть И сейчас Эти машины Есть в принципе Можно и вспомнить Может Но самое интересное Что это тоже Все было Засекречено И даже при Выпуске Каждой машины Из завода Образцы шрифта Хранились В соответствующих Структурах Типа АГБ Что если Кто-то Не дай бог Какую-то листовку Антисовет Это всегда Можно сопоставить Отследить На каком Экземпляре Даже был целый Брифинг В нашем АГБ Где они Рассказывали Это им образом Машин В каком-то Районе Вычислили Похоже Не совсем Трезвый Гражданин Просто Что-то Напечатал Целая Структура Армия Силовиков Работала По вычислению Эти пишущие Машины А еще хуже Было Когда надо было Что-то уже В промышленных Масштабах На заводах И где-то То есть Представьте Серос Это ящик Небольшой Один человек Может его Переставить Куда-то Да и опия Там В принципе Хорошая Но В свое время Были-то И термины Не размножить А Вот не поверите Отэрить Или отремить Отремить Это видимо От марки Потому что Основные Два самых известных Советских аппарата Это были Назывались они Рэм Или Эра Это вот Если представить Монстры Это надо было Отдельный кабинет Иметь Монстр Размером С рентгеновский аппарат Вот наверное Даже побольше Должны быть Обязательно Затененные Оно Потому что На свету Вся эта Дребедень Не работала Относили документы Причем Зачастую Там причем Печатала Эта фигня Не на Белой бумаге А Большие листы Именно Вот на такой На розовой бумаге Синим цветом А тонером Служили маленькие Маленькие Микроскопические Стеклянные шари Которые Видимо Прилипали просто К бумаге Раз И потом Это вот это И поэтому Надо было Заполучить Кучу Разрешений Там в том числе В первом отделе Что Размножить там Чертеж Или какой-то Документ На этой эре Или Рэме И вот идешь Там Обычно Обслуживали Этот Советский Серос До Серос Точнее Две Дамы Сидели Они в полумраке И вот Выключали свет Брали документ Там Пахло Этим Озоном Потому что Там Видимо Было Высокое Напряжение Что-то Светилось И потом Выдавали Что-то Такое Мутное Мутное Но иногда Можно Можно Было Вот Если Договориться Вот Я помню Что В Восьмидесятые Годы Был такой Молодежный Студенчес И журнал Ровесник И там Стали Печатать Биографию Битлз Авторизированная Биография Битлз С Артин Красиво Ну Или выходили Ниги Например Естественно Хотелось Заполучить Экземпляр Сибири Или Высоц Нерв Или Да Нерв По-моему Книга И надо было Это вот Опию снять Потому что Книгу Ну Ничего Либо Чтобы был Экземпляр У тебя Я договаривался Скажем так На одном заводе Не очень Оборонном На Периферии Города Ирова Мне там Давали Пароли Яв И адреса Ну Это стоило Видимо Это стоило Но Не запредельно Поэтому Вот Я это проходил На территории Сейчас не помню Видимо Тоже Пропускали И вот Я топал В это Святая Святых Чтобы получить Допус Вот эти Женщины Они Должны были Пройти Там В милиции Многослойное Аннитирование Что они Несудимы Родственные Несудимы За границей Не были На оккупированной Территории Не находились И т.д. И т.п. Только морально Устойчиво В быту В общем Прочащих Замужем И с детьми Не имеют Только тогда И допускали Работе Тем не менее После Определенного Вознаграждения Вот эта Моральная Стойкость Она Расшатывалась И поэтому Я приносил Свои журналы Ровесник Сидел Там Где-то В угол Эпа Поэтому Отложив Чертежи Мне печатали Конечно Смутными Еще Текст Получался Фотографии Были Мутные Мутные Это были И машины Рэм И эра И поэтому Ходили Отремить И отэрить А чертеж Назывался Синий Потому что Он был Не белый Вот он Именно Какой-то Типа Миллиметров И синим Цветом Поэтому Синий И принесли В отдел Смотреть Нет Еще Эрет Вот Такой А в конторах Похуже Вот например Где сейчас Интересные Эти Рэмы И эры Они Утилизированы Все сейчас Утилизированы Утилизированы Да Мне вот Хочется В музее Вот если Мало ли Где-то Вот На периферии Может быть Случайно Если не сдали Металлолом То бы хотелось В наш Технический музей Вятского Госуниверситета Иметь подобный Аппарат Для истории Просто сохранить Честное слово Что ничего Эрет И ремить Нелегального Не буду Просто поставлю В угол Чтобы стояли Ну вот А конторы Поменьше Конторы Похуже Там Там вообще Был мрак Я не знаю Откуда Это наверное Пошло От революционеров Вот мы Сидим Вот да Вот здесь На углу Московской Дериндеева И Дериндеева Вот чуть подальше Вот если Ну прямо Вот Сто метров От нашего Она Лесного Лесного Хозяйства Нынче Департамент Лесов Был Целое Министерство Называлось Ротаторное И там Была Женщина В Синем Халате Измазан Чернилами И все И был такой Барабан Ну диаметром Наверное Сантиметров Семьдесят И была К нему Приделана Огромная Ручка Типа У мясорубки И все Это чем-то Намазывалось И вот эта Мадама Она Рутила Барабан Вращался Он в горизонтальной Плоскости Ну вот Этот асфальт А то есть Чуть поменьше Вот она Рутила Эту ручку И там Почему-то Надо было Вначале Сделать Бумагу Восповку То есть Специальная Была Желтая Навощенная Бумага И на машин И вслепую Печатали Тест То есть Теста не было Были только От клавиш машин И дыр И вот этих Литеров Пробитые А потом Эту восповку Куда-то Наклеивали И через нее Раз И вот она Печатала Первый оборот Машин И черные Листы Вторая Чуть там Почернее Полосами Третья Уже совсем Соедельная Четвертая Шрифт Начал просматриваться Пятая Грязный Шрифт Читается И вот дальше Раз-раз-раз-раз Вот эти Листовки Вылетали Вот наверное Может быть Без барабана Но принцип Был подобный И же Вот этот Ротатор Тоже Чтобы устроиться Надо было Пройти через ТОСИТ Спецслужб Чтобы попасть Вот и вертеть Ручку За 100 рублей Советских Такого барабана Это надо было Попасть Вот еще Тоже Ушла Техника Вот даже В том ведомстве Где ставили Телефоны Еще даже Была То есть Где-то добыли И стояла Она в отдельной Комнате Это был аппарат Для связи Назывался Телетайп Я уж Это было По словам Услуху Пока Это еще Было До Фасов Связь Фасы Вот тоже Стали Появляться И тоже Ушли Фасы Тоже История Сейчас Вот где-то Я видел Эмиссионном Магазине Эти семильные Телефоны Стоят Это наверное Ну может быть Где-то в глухих Районах Еще фасы Передают Вот я не помню А у нас Даже в 92-м Третьем Году Вот были Эти телетайпы То есть Это скажем так Стоящая на полу Огромная Подключенная Сети Чему-то Пишущая Машина Где человек Садился Там была Встроенная Клавиатура Со страшным Грухотом Набирала Где-то Например В Москве Вот это Напечатанное Текст выходил Собственно Да Это же одно Из забытых устройств В основном Конечно В офисах Все у нас Было подвержено И задачи Были нацелены На какой-то Документы Оборот То есть Большинство Ничего Конторы Управлений Трестов Вся их там Министерств Не производили Ничего Кроме бумаги Вот поэтому Ацент и получился Такой На множительную Технику Вот А уже И машины Вот Это Рез В лапшу Там Ненужные Измельчители бумаги Вообще Было Уму непостижимо Это все Вручную Конечно Делалось Истреблялось Даже Когда стало Появляться Вот эта Импортная Техника Множительная И прочее Там Был такой Знаменитый А не Вот Когда Этот Младший Научный Сотрудник Там Секретного Учреждения Свой Там Секретный Это Лад Приносит Размножить Секретарша Она Занята На машине Что-то Печатает Вот Давай Сам И Он Вместо Принтера В эту Лапшерезку Отправил И Ждует Когда Копии С какой Стороны Появятся А там Уже Все Порезано Еще Интересно Конечно Газеты Печатали Вот Тоже Были Те же Аппараты На смену До Такой Скажем Эры Пластиковых Серых Белых Компактных Имеющих Дизайн Аппаратов Почему-то Все Они были Монструозные Что вот Эти Рэмы И Эри Что вот Ну Телетайпы Поменьше Остальные Тоже были Огромные Ужасные Шумные Машины Вот Для производства Газет Назывались Они Ленотипы Вот Тоже Очень Жаль Наверное Сейчас Ни в одной Сельской Типографии Там Их Уменах Там И прочих Не осталось Хотя Списали Вот Тоже Конечно Хотелось бы Найти Ленотип Для производства Газеты Эти были Огромные Это и устройства Тоже В них была Устроена Лавиатура Отпишущей Машин Сами Они Были Вот Ну Если Это И Наверное Вот Мы сидим Студии Друг на друга Поставить Это Сколько Высота 4 метра Получилось Вот Наверное Влезло бы Это И представляете Человек Например Нажимал На лавишу С буквой А Там Где-то Вверху Этого ленотипа И пел Подогревался И пел Специальный Чан С Таким Металлическим Раствором Типа олова Легкоплавким И вот Отрывалась Это задвижка И эта капля Вот этого Расплавленного Олова Она летела вниз Куда-то падала По ней Там ударялась Специальная матрица Выбивала Вот эту Букву А И потом Эта вот штука Она ехала Вот это В бок И останавливалась И вот Потом Надо было Нажать Вторую Клавишу Там Букву И так же Снова Падала Эта капля Металла Снова Ударяла По ней Матрица Выбивала Эту Букву И представляете Там Если уж Мы говорили О несчастных Машинистах Машин в роту Эти Ну они В берушах Правда Сидели Эти Несчастные Линотиписты Вот Которые А вот Где Сейчас Там Афе И прочее Там Ставили Эти Машины Прессы Вот этот Дом Практически Расшатывали Тут Эти Линотипы Бо Не Выдержал И еще На моем Веке Вот Патруб И были Руглые Цилиндры Пластмассовые И вот Например Что-то там Написал Надо отправить Куда-то Чтобы по этажам Не носиться Ты у вас В этот пенал Всовываешь В эту почту Она его заглатывает И там Телефон Вы набираешь Там Ну Ой-то Трехзначный Ой-то номер Кому отправить И у тебя Эта штука Улетает Но Улетает Ладно Да Прилетает Грохот Убийственно Потому что Мы ставили Книгу Специальную Чтобы вот Она прилетала И у зашедшего В кабинет Не случилось От этого Удара Вот И жили В шуме В грохоте Вот В таких Условиях Офисных А по сути Дело Мало что Изменилось И Одно интересно Что изменится Еще через полвека Это все будет выглядеть Безусловно Спасибо большое Евгению Питунина Историк Раевед Руководитель Музея ВИАТГУ Такой экскурс Совсем еще Недалекое Прошлое Мы сегодня совершили До новых встреч До свидания Спасибо Сделано в ветке Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин